Всем привет. Кведленбург, древний город в земле Саксония-Анхольд. В 1995 году старый город, включающий Шлозберг, внесен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В состав городского центра включено более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет. Город расположен в долине реки Бадё, которая еще в каменном веке считалась идеальным местом для устройства поселения. А современная замковая гора, Шлозберг, представляла собой естественное убежище. Город Кведленбург, основоположником которого, согласно легенде, стал Кветило. Кветило, по праву считается воротами к расположенному несколько южнее горцу. Впервые город Кведленбург упоминается 22 апреля 922 года Генрихом I. После коронации саксонского герцога Генриха I. Хайнрих, как первого немецкого короля, на ней в 922 году возник временный королевский дворец, Пфальце. Его значение оказалось столь велико, что после смерти короля в Менлебене в 936 году его останки были перенесены сюда и погребены перед алтарем Пфальце Капеллы. Город пользовался особым почитанием королевского рода как Кветилингабардж, государственная метрополия, в которой проводились торжественные мероприятия и церковные праздники. В 996 граммах. Император Аттон I открыл на горе Шлозберг Кведленбургское аббатство, во главе которого стояла аббатиса. Севернее аббатство Аттон III заложил фундамент города, который был предусмотрен для снабжения аббатства. В течение 460 лет аббатисы определяли жизнь города, что не всегда было по душе горожанам, которым приходилось платить налоги и акцизы женскому монастырю, обязанному защищать город в случае опасности. Поэтому город стремился обрести свободу. В 973 граммах. В Кведленбурге был имперский съезд, на котором присутствовали послы многих государств, в том числе киевского князя Ярополка Святославича. В 1384 году. Город вступил в Нижнесаксонское сообщество городов и в 1426 году. В Ганзейский союз и в знак обретенной свободы воздвиг статую Роланда. Постоянные распри между городом и монастырем привели к тому, что в 1477 году. Город подвергся вооруженному нападению. По приказу настоятельницы монастыря Гедвиги Саксонский город вышел из Ганзы и вынужден был подписать покаянную грамоту, ограничившую права города. В ходе боев статуя была разрушена и вновь восстановлена лишь в 1869 году. В 1922 году. Квёдлибург отметил свое тысячелетие, хотя права города были предоставлены ему отоном 3 только в 994 граммах. Заметный архитектурный расцвет города приходится на время 30-летней войны. В это время было сооружено значительное количество до сих пор сохранившихся фахверковых домов. В 19-е в Квёдлинбурге зарождается и развивается традиция селекции и разведения семян цветов и овощей, что принесло городу большое богатство, которое нашло отражение в великолепных виллах, построенных в это время. Селекция и разведение семян овощных, декоративных и пряновкусовых растений играет и по сей день большую роль в экономике Квёдлинбурга. Хотя Вторая мировая война и пощадила город, старые постройки Квёдлинбурга серьезно пострадали во время ГДР, так как мероприятия по сохранению старинных домов были сведены к минимуму. Существовали даже планы сноса старого центра и рыночной площади для того, чтобы воздвигнуть на этом месте здания, соответствующие эпохе социализма. К счастью, реализация этого проекта постоянно откладывалась из-за финансовых сложностей. После объединения Германии были предприняты меры по сохранению старинной фахверковой архитектуры города. На месте стоящего здесь ансамбля фахверковых домов более тысячи лет тому назад сидел герцог Генрих I, охотясь на птиц. В это время ему сообщили о избрании его императором. Торжественная процедура коронации была проведена затем во Фрицеларе. На северной стороне рыночной площади расположена ратуша, впервые упомянутая в 1310 году. Слева от портала ратуши стоит каменный великан, Кведленбургский Роланд. Роланд был сооружен около 1426 года, послу вступления Кведленбурга в Гонзейский союз. Документально был упомянут первый раз в 1460 году, в архиве имеется счет на его ремонт. Его высота – 275 сантиметров, он самый маленький из сохранившихся символов рыночного права и рыночной свободы, а также стремление горожан подчиняться только императору. Со статуей Роланда связана значительная часть истории города. Роланд является символом принадлежности к Гонзейскому союзу и тем самым знаком независимости от аббатства, которое находилось недалеко от города. Сейчас этот замок находится в черте центра города. Аббатство рассматривало город Кведленбург как свое подсобное хозяйство, но в городе хватало людей, которые сами хотели руководить. Поэтому монахи не из аббатства. Происходившие из богатых семей так, что, когда их отдавали в монашество, аббатству полагалось преданное. Кроме того, у насельницы монастыря сохранялись семейные связи. Наняли солдат и напали на город, разрушили и спрятали Роланда где-то в подвале. Там он пролежал почти 400 лет. В 1869 году его снова выставили на рыночной площади. В 2013 году его отреставрировали. Над порталом ратуши виден имперский орел с гербом города в виде собаки, сидящей в воротах. Еще выше богини изобилие Абунданцея символично осыпает каждого входящего из рога изобилия. Напротив ратуши, в начале широкой улицы, Брейтестрасса, стоит дом Грюнхогена, построенный в 1701 году, в стиле позднего баробка. Этот патрицианский дом украшает рыночную площадь, которая стала пешеходной зоной. Монастырская церковь, Штифтскирхе, построена в романском стиле и неоднократно перестраивалась. Крипта, в которой в 936 граммах. Был похоронен король Генрих, была перестроена в 1021 году. А через 50 лет пожар, причиной которого была гроза, полностью уничтожил церковь. Пришлось даже разобрать ее каменные стены. Но уже в 1129 году, император Лотарь открыл новую церковь. Останки Генриха, покоившиеся в каменном саркофаге, оказались утраченными. Город рассматривался одним из культовых мест нацистской идеологии. В 1937 году, нацисты превратили храм в помещение для проведения партийных обрядов. Они сожгли алтарь и церковные скамьи. Гробница Генриха оказалась пустой. Церковь пострадала и от артиллерийского обстрела во время наступления американцев. Ее восстановление началось в июле 1945 года, после прихода советской армии. На территории монастыря существует и так называемая западная крипта, вырубленная в скале в десятив. И предназначавшаяся для захоронения умерших постоялец монастыря. Но эта усыпальница не использовалась по своему прямому назначению и в течение нескольких веков служила погребом для хранения картофеля и угля. Сейчас в ней устроен ночной бар, сохранивший атмосферу древности. Здание самого монастыря в последние годы используется для экспозиции Краевеческого музея. В церкви находится сокровищница, в которой, в частности, находятся около половины ценностей, отправленных в посылках полевой почты в Америку американским лейтенантам в 1945 году и только в 1990 возвращенных обратно. Своебразным экспонатом музея служит передвижная тюрьма Рапграфен Костен, в которой горожане содержали посаженного в нее в 1337 году графа Альбрехта II. Напротив горы Шлозберг возвышается холм, на котором расположена старинная часть города, Мюнце-Йонберг. Монзенбердж, Монетная гора. Чтобы подняться на холм, надо преодолеть 99 ступенек. Сверху открывается живописная панорама Кведленбурга с его башенками на фоне предгорьев Гарца. От миниатюрной рыночной площади этого горного городка веером расходятся улочки и переулочки с маленькими домами, фахверками. После смерти Генриха I его жена, королева Матильда, получившая Пфальце в наследство, учредила здесь женский монастырь, которым управляла до своей смерти в 968 году. Первой аббатисой этого аббатства становится внучка королевы. От бывшего женского монастыря С.В. Марии остались лишь небольшие руины. Этот монастырь был основан настоятельницей Матильдой II по повелению Атона III в 986 граммах. И подчинялся монастырю Шлозберга. В 1524-1525 годах. Оба Кведленбургских монастыря были разрушены восставшими крестьянами. Уцелела лишь монастырская пекарня, высоченная труба которой до сих пор возвышается над кривыми крышами городка. После 1576 год. На этом холме стали селиться ремесленники, извозчики и музыканты. О жителях Мюнцейонберга ходит множество анекдотов. Вот один из них. Отцы из Мюнцейонберга показывали своим только что родившимся сыновьям монету и дудку. Если ребенок хватался за дудку, то ему суждено было стать музыкантом, если же за монету, то вором. Если же ребенок хватал сразу дудку и монету, то становился композитором. На месте бывшего королевского двора, где раньше останавливались короли и императоры, посещавшие городок, стоит церковь Вепертикерху. Вепертикверче. Полностью отреставрированная в 1959 году. С трех сторон ее защищают воды реки Бадео, а с четвертой, гора Капелленберг-Капелленбердж. Глядя на Кведленбург сверху, в первую очередь внимание привлекают средневековые городские башни, остатки мощной городской стены и многочисленные церкви. В середине 14. В старинной части города насчитывалось 18 башен, а в новой части – 10 башен. Их можно увидеть на старинных гравюрах Мериана. Но с ростом дорожного движения въездные башни были снесены. Сейчас в современной части Кведленбурга сохранились лишь четыре башни, и столько же башен осталось на западном участке древней городской стены. Остатки городской стены, впервые упомянутой в грамоте 1179 год. Можно встретить всюду. Можно подсчитать и ее былую длину. 2290 метров в старинной части города и 1570 метров в новой части. Все рвы и валы, защищавшие стены города, были окончательно засыпаны и сравнены с землей в 1821 году. Наряду с городскими башнями в небе Кведленбурга видны и церковные башни. Самые высокие, готические башни церкви С.В. Николая или Монастырской церкви в новой части города. 72 метра. Эта церковь впервые упоминается в 1222 году. Но построена она была раньше. Другая церковь, Блазийкирхе, стоящая неподалеку от рыночной площади, впервые упоминается в 1223 году. Старая башня той церкви некогда украшала более древнюю церковную постройку десять. Бенедиктинская церковь, Маркткирхе, расположена за ратушей и впервые упоминается в 1223 году. Еще одна церковь, Эгидийкирха, впервые упоминается в 1179 году. Но окончательно достроена она была только в 15-х. А церковь С.В. Матильды сооружена в 1855-1858 годах для католической общины. В 1906 году была построена церковь С.В. Иоанна. Бывшая коллегиальная церковь в Бернроде представляет собой выдающийся образец романской архитектуры времени правления Ота-1. Неповторимый облик придают к Ведленбургу сотни домов-фахверков, построенных в 14-18 ВВ. Наиболее примечательны дома вокруг Бенедиктинской церкви Маркткирхе. Узкий и высокий дом с выступающими друг над другом этажами сооружен в 15-м веке в готическом стиле. Рядом стоит фахверковый дом с архитектурными украшениями в стиле Ренессанса. 16. А за ним находится здание городских герольдов, где проживали помимо герольдов жандарм и акушерка. Замыкает этот ряд домов фахверк 18. Самый древний фахверковый дом на территории Восточной Германии. Первая половина 14. Находится неподалеку от рыночной площади по адресу Вардассе, 3. В нем размещается небольшой музей, посвященный искусству фахверка. Каждый этаж фахверка готического стиля, это дом в себе, этот элемент повторяется неоднократно, причем цокольный этаж выше остальных, а каждый последующий этаж выступает над предыдущим. Этот стиль позднее уступил нижнесаксонскому стилю. В этом стиле выстроен дом писателя Клапштока на горе Шлозберг. А фахверки эпохи Ренессанса можно встретить в старинной части городского центра. К памятникам архитектуры Кведленбурга относятся и гражданские здания, например, Хагеншифрайхаус, дворец в стиле Ренессанса. Внешний вид этого здания не изменялся с XVI века. Образцом монументального архитектурного искусства барокко служит здание суда на площади Карнмаркт за ратушей. Уроженцы Кведленбурга Писатель Фридрих Готлеб Клапшток родился в Кведленбурге 2 июля 1724 года в Патрицианском доме. XVI век. На горе Шлозберг. Город широко отметил 250-ю годовщину со дня рождения Клапштока. Дом, в котором он родился, был отреставрирован, сейчас там размещается музей Клапштока. Дом любовно называют старым Клапштоком. Памятник писателю был сооружен раньше, 7 июля 1831 года. Также в Кведленбурге родился Иоганн Кристиан Гудсмутс. 1759-1839. Основоположник физкультурного движения. В 1904 году был открыт памятник Гудсмутс. На постаменте рядом с ним стоит его лучший ученик, Карл Риттер. Карл Риттер. 1779-1859. Считается основоположником научной географии. Риттер стал первым профессором географии Берлинского университета. Доротея Кристиана Эркслебенли-Порин. 1715-1762. Первая женщина, доктор медицинских наук. В Кведленбурге в 1834 году родился поэт и прозаик Юлиус Вольф. Мейснер, Ота. 1819-1902. Немецкий издатель, в типографии которого был впервые напечатан капитал Карл Маркса. В Кведленбурге, как, впрочем, и по всей бывшей ГДР, свирепствует безработица. Одной из главных отраслей хозяйства Кведленбурга с давних времен считается семеноводство. Во времена ГДР в Кведленбурге существовало несколько предприятий и комбинатов, занимавшихся селекцией и размножением семян, на которых работали тысячи людей. На сегодняшний день осталась только пара компаний, которые продолжают богатую традицию семеноводства. Одна из них – Satimex Kwedlenbarge Handelsgesellschaft M.H. Чтобы подчеркнуть принадлежность к богатой традиции семеноводства, эта компания носит название города в своем названии. У представителя бальберской культуры из Кведленбурга, номер Ай 0559, жившего 3645-3537 лет до нашей эры, была определена уай-хромосонная гоплогруппа R-звездочка, и митохондриальная гоплогруппа ХВ-617, у представителя культуры колоколовидных кубков из Кведленбурга, номер Ай 0806, жившего 2296-2206 лет до нашей эры, была определена уай-хромосонная гоплогруппа R1B1A2A2 и митохондриальная гоплогруппа H1. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии.